Приветствую вас. Вы описываете ситуацию, при которой у вас имеет место быть проблема доверия мужчинам и проблема сближения с мужчинами. Страх боли и страх близких отношений. Если честно, мне сложно свидеться в том, что вы говорите о доверии мужчинам без доверия самой себе. Вы говорите о доверии кому-то, но при этом говорите о том, что простите, боитесь боли и боли. Вы хотите, в общем-то, таких отношений, чтобы в них, в этих отношениях, не было болезненности, чтобы в них, в этих отношениях, не было страдания. Вы хотите, ну, таких вот идеальных отношений, на мой взгляд, которых не существует. Потому что любые отношения, это, ну, в какой-то степени, это определенные переживания, это определенные страдания, это определенные чувства. Вот. И мне думается, что это абсолютно нормально. Поэтому здесь, в первую очередь, встает вопрос о том, доверяете ли вы себе? Если доверяете, то насколько доверяете себе? И почему вы боитесь боли? Как вы говорите, что я вот не хочу, не хочу, чтобы меня обредили, чтобы меня обрёсли, просто. Ну, отчего вы решили, что все мужчины, которые изменяют, например, своим женщинам, да, отчего вы решили, что они их предают? Это люди так выстраивают отношения, это люди выбирают себя как мужчин, это люди так преподносят, не побоюсь этого слова, себя. И отсюда такое отношение. У вас достаточно негативный сценарий, потому что ваша мама разводится с отцом, потом она вступает в отношения с отчимом, и с ним тоже у нее отношения не складываются. Я думаю, что именно она, ваша мама, приучила вас к определенным ярлыкам в отношении мужчин, с самой стороны. Не все мужчины, не все мужчины, не все мужчины, такие. Не все мужчины, из меня это не все мужчины, как вы выражаетесь. Но вы почему-то гребете всех под одну гребенку, потому что боитесь боли, а страх боли это запрет и невозможность личностного роста. То есть, вы как бы сами себе запрещаете развиваться, сами себе вы запрещаете личность расти, сами себе вы запрещаете развиваться в отношениях. Да? Сами себе вы запрещаете быть такой женщиной, которой изменять, например, даже не захочется, например. Но связано это опять же с тем, что вы себе не доверяете. То есть, дело не то, что вы не доверяете кому-то, а дело в том, что вы не доверяете себе. Доверяете кому-то нельзя, потому что это так хренажем. Ну, другой человек и всегда другой человек будет понимать вещи по-разному. Вот вы говорите, что я хочу найти такого человека, в котором мне будет так же хорошо, как и одной. Вот. Но вы здесь как бы хотите этого человека найти как бы для себя. А проблема в том, что вам никого из мужчин не хочется делать счастливым это раз. И два, это то, как вы знакомитесь с мужчинами вообще. Да, то есть, что вас объединяет. Вы говорите только про знакомство, но знакомство это довольно странная история. Именно знакомство это несколько стран. Самое все равно все равно это знакомство, да. Вот. Это же вас получается ничего не связывает, вас получается ничего не объединяет. И вы по факту не даете друг другу возможности раскрыться как личность с личностью. Вы понимаете, какая штука. С другой стороны, вы сравниваете себя, говоря про то, что всех моих знакомых мужчины там поступают определенным образом, там пьют, там вот это все. И здесь, в общем-то, тоже есть проблема. Проблема того, что вы сравниваете себя с другими, ну с другими сравниваете себя. И до тех пор пока вы сравниваете себя с другими, конечно, не получится как-то вот гармонично выстраивать отношения с мужчинами. Потому что всегда будут присутствовать как бы вот эти вот примеры перед глазами. Не очень хороший отцент, да. Вот. Которые будут сбивать вас в стол. Вот. Вот. Также, у вас явный зуб на мужчин, обида на мужчин. Вот. И, в принципе, в принципе, вас можно понять, вас можно понять. И мне кажется, что сначала нужно проработать обиды, которые у вас остались. Ну вот. На мужчин, да. Возможно, на своего отца, на отчима. Пересмотреть те взгляды, которые у вас остались от детства, когда вы от мамы принимали ее видение. Мужин. Вот. Это тоже очень, очень важная история, потому что ваша мама, она по-своему воспринимала мужчин. Я не говорю, что она воспринимала их обязательно неправильно. Вот. Но она со своей колокольной, да, на них смотрела и смотрела. А вы смотрите на них со своей. И у вашей мамы имеет место быть заниженная самооценка. Вот. Потому что именно вот из-за заниженной самооценки она выстраивала такие отношения с мужчинами. И вы, в общем-то, к сожалению, также достаточно сильно, вы не уверены в себе. То есть у вас вот сквозит неуверенность в себе и какое-то вот непринятие, что ли, да, непринятие себя, непринятие своей женственности и прочее. Плюс какое-то вот такое негативное отношение к сексу имеет место быть. Давайте разберем ваш вопрос, ваш текст более подробно, да. Моя проблема в том, что я не могу доверять мужчинам. Ну, вы не доверяете себе. Не мужчинам особо. Мне иногда хочется быть с тем, что мне будет так же хорошо и уютно, как и Арнольд. Вам хочется быть с кем-то, с кем вам будет хорошо. Это ключевой момент в момент. Отношения выстраиваются немножко не так. Отношения выстраиваются на основании желания делать кого-то счастливым. Не на основании того, чтобы было хорошо. А это... То есть, то есть, вы... Вы правильно сказали, что мне хорошо и уютно одной. Это правильно. Как бы сказать. И вам хочется, например, сделать кого-то счастливым. Вам хочется что-то сделать... Ну... Для другого человека, например. И вы это делаете. Например. Но если вам не хочется делать что-либо для кого-либо, то это говорит о том, что вы... Не совсем... Не совсем гармонично. Это говорит о том, что у вас есть определенные трудности, определенные сложности. И они вам, вот... В какой-то степени мешают. То есть, понятно. Да. Отношения не выстраиваются ради того, чтобы быть... Чтобы было хорошо и уютно. Но, понимаете, такого не бывает. И что рано или поздно все закончится. С чего вы решили, что все рано или поздно закончится. Смотрю на то, что происходит вокруг. Не могу подписывать к себе ни одного. Сразу ставлю клей мой кондус. Смотрю, что происходит вокруг. Что это значит? Смотрите, что происходит вокруг. Зачем вы смотрите на то, что происходит вокруг? У абсолютного большинства подруг и знакомых мужья парни изменяет им некоторые тычат. Им ты, женщина, ты должна то и то. Могут руку поднять и пьют. Это вопрос к вашим знакомым и подругам. Которые так устраивают отношения. Смотри. С мужчин. С мужчинам. С мужчинам. Тут это не вопрос к мужчинам. Это вопрос к подругам. Понимаете? Люди делают то, что им позволяют. И люди относятся к другим так, как те относятся к себе. Поэтому здесь вы не смотрите в корень проблем. Понимаете? Кашечку. В итоге некоторые расстаются и начинают искать о чем-то новых, но и с ними расстаются. Искать новых начинают по той же, как ни странно, причине, что и выйдет. То есть ищут для того, чтобы чувствовать себя уютно. Чувствовать себя хорошо. То есть люди не заинтересованы в том, чтобы сделать другого счастливее. А партнеры это чувствуют и понимают, что по большому счету их используют. И реагируют соответственно. Вот. Ну, давайте будем, 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 будем честны. И если я чувствую, что меня используют, вот, то я буду, скорее всего, вести себя так, как будто знаю, знаю себе цену, знаю свою цену. И ни в коем случае не хочу продешеврить. Вот. Ну, а самое, наверное, главное здесь то, что если я чувствую, что меня используют, да, то о духовности отношений можно забыть по большому, по большому счету. Дальше. Эмм. Так. Мне иногда пишутся в сетях парни, но я даже не отвечаю, потому что знаю, что ничего хорошего не будет. Откуда вы это знаете? Да, и у всех куча девушек в подписках. И что? А вы хотите, чтобы вам писали парни, у которых нет девушек, в девушек в подписках? В чем это, в чем проблема, в чем проблема тут здесь? Так. Эмм. Все противен. Эмм. Тот факт, что мужчины ведутся на внешне. Тот факт, что я всех отшиваю, потому что думаю, что сегодня не нравится, а завтра понравится другому. Ну. Во-первых, 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 не все. Мужчины. А, чего вы взяли, что все мужчины ведутся на внешне. То есть лазовские ярлыки. А, лазовские постериотипы, постериотипы. Причем, такие махровые стериотипы. Ну, правда, нужно прекращать мыслить все-таки ярлыками, да, и у каждого человека он сможет отдельно, индивидуально. Вот. Тогда у мужчин может быть, там, какая-то склонность к ногам. Да, это правда. Но вы своим отношениям можете продемонстрировать человеку, что с вами, например, так нельзя, что с вами нужно по-другому. И, соответственно, все будет улучшаться. То есть, все будет нормально. Поймите, пожалуйста, что людей нужно приучать. Отношения выстраиваются. Вот. Понимаете? Какая штука. Дальше. Идем. Эмм. Так. Еще видим, как взрослые мужчины в 40-45 человек с молодым девочкам. Это Амедвитин на бров. Почему Амедвитин? Ну, мы сейчас не будем говорить о том, что это плохо, да, или хорошо. Но почему Амедвитин? То есть, видите, у вас очень много ярлыков. Таких стереотипов мышления. Это, конечно, не жало. Сейчас мне жало. Дальше. У меня полное разочарование в мужчинах. А какие у вас ожидания были от мужчин? Простите. То есть, разочарование, оно предполагает наличие ожиданий, да? Насколько реалистичными были ваши ожидания от мужчин? Чего вас не ожидало? Не было ли ваших ожиданий от мужчин? Что-то связанного с переносом вашей личной ответственности на мужчину. Вот, давайте только честно на этот вопрос стараемся ответить. То есть, не были ли ваши ожидания завышены? Мне кажется, что вполне себе могла бы такая ситуация. Мне так кажется. Я могу ошибаться, конечно. Но вот именно причины основания для разочарования вам имеет смысл поисследовать. Были ли у меня основания для разочарования в мужчинах? Воспринимаю ли я мужчин как людей, как личности? Да? Потому что если нет, то я не могу воспринимать их полноценно. Если нет, то я не могу воспринимать их адекватно. Если нет, то я не позволяю им раскрыться полностью, как личности. А хочу ли я понять? А можно ли видеть в мужчинах только мужчин? Ну, конечно, нет. Мужчины в первую очередь нужно видеть людей, а уже потом мужчин. А вы сразу перескакиваете на мужчин. Возможно, потому что сами хотите быть зависимыми от них. Ну, может быть. Может быть так. Я не говорю это сейчас наверняка, но может быть так. Дальше. Так, поэтому даже не знакомы ни с кем. Я боюсь и не хочу, чтобы меня предали. Почему вы боитесь предательства? А, как вы восприняли бы его? Его предательство. Что для вас предательство? Как вы видите предательство? Что можно назвать предательством? Что является предательством? Одновременно то, что вы боитесь предательства, потому что вас это задевает. Вас это задевает, и вы воспринимаете на свой счет. На свой счет вы боитесь предательства. То есть вы хотите положиться на человека, вы хотите полностью, как бы, с ним слиться. А это невозможно. Оттуда я мыслю, что я лучше не буду сближаться и вступать в отношения вообще. Я хочу защитить себя от этой боли. Знаете ли вы, Анна, что такое боль? Боль это потенциал для личностного роста. Боль это источник опыта человека и источник формирования позиции, как в отношении себя, так и в отношении других людей. Боль есть развитие. Вы, игнорируя боль, игнорируете возможность для развития. Вот. Соответственно, одна из причин, по которой вам так сложно. Вы пытаетесь удержать себя в определенной статике, а человек это динамика. Вы пытаетесь защитить себя от боли, потому что боль это тяжело. Но вы не смотрите в суть боли. Понимаете? Хотя, именно суть боли крайне важна. Дальше. Я вижу для себя только один способ, это быть одной. Но я не знаю, как с этим смириться и не думать об этом. С чем смириться и о чем не думать? Извините, я не очень понял этот момент. С чем вы хотите смириться и о чем вы не хотите думать? О том, что вам нужен мужчина, о том, что вы нуждаетесь в мужчине, например. Ну, если это, если это так, если вы нуждаетесь в мужчине, то надо здесь, конечно, поисследовать. В этот момент, чем проявляется нуждаемость. Потому что, нуждаемость вряд ли идет вам на пользу. Она делает вас зависимой, точно такой же зависимой, как и ваше окружение. С одной стороны, и с другой стороны, если вы встретите мужчину, который все-таки сделает вас, даст вам ощущение уюта и того, что вам хорошо. Вот, вы с ним можете вступить в отношения, но, впоследствии, человек просто почувствуя свою власть над вами, вполне может поступать так же, как поступают с вашими знакомыми. Тем самым, убедив вас в том, что вы были правы насчет мужчин. Вот. То есть мне кажется, что здесь тоже нужно поисследоваться. Здесь тоже нужно поисследоваться. Это очень важно. Чтобы вы, вот, понимали, о чем идет речь. Чтобы отдавали себе отчет. О чем идет речь. А, дальше. Да, дальше. О себе. Девушка, двадцать четыре года. Родители развелись. Когда была маленькая, вскоре появился отчим, которым ходил за пол. Скандалов с нами, отношения было двое, расставались по моей инициативе, измен не было. Ну, тут вот у нас и страхи, страхи определенные. И плюс гендерное и личностное поведение, плюс фундамент отношений. Эти моменты нужно поисследовать, разобрать и тогда, я думаю, будет более-менее все понятно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.